В народе бытует мнение, что турецкие жители не любят русских, или европейцев любят больше русских. А сейчас так и вообще транслируется с ТВ в России, что здесь страшно, так как русофобия. Сегодня в видео мы решили поговорить на эту тему, разобрать моменты, из-за чего может быть такое мнение и так ли это вообще. Ты на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! В интернете множество статей с яркими заголовками. В Турции не любят русских. За что русских туристов не любят в Турции? Турки предпочитают европейцев русским. Или похлеще, местные в Турции ненавидят русских. Не говорите на русском ни в коем случае. Начнем с того, кого турки считают русскими. Это все, кто говорит на русском языке. А это и россияне, и украинцы, и белорусы, и молдаване, и казахи, и так далее. Их много. Да. Только сейчас, после событий февраля 22 года, они стали делать различия между русскими и украинцами. И порой сильно удивляются, когда видят вместе россиянина и украинца. Могут созвать всех в магазине, чтобы показать эдакое диво дивное. Расскажи, Сталин. Да, у нас был такой случай. На днях один знакомый россиянин приехал в Турцию. Ему потребовалась наша помощь просто в элементарной адаптации здесь. Так как человек вообще впервые за всю свою жизнь воспользовался своим загранпаспортом. И я ему тут показывал, как тут все работает. Ну, там, типа, как купить синку, как переводить деньги, как куда ходить в магазин и так далее. И привел его в магазин сыра. Там вот весь магазин собрался. Даже деда какого-то со склада позвали. Типа, посмотри, что русские и украинцы вместе покупают сыр. Какой вообще здесь не видно. Они даже не дерутся здесь. Дед очень хохотал, которого со склада пригощали. Да. А как ты уже знаешь из наших видео, что турки всегда спрашивают у иностранцев, кто там в национальности. Вот, услышав привычный для нас вопрос, я ответил, что я украинец, но знакомый русский. И так вот, они поэтому всех и созвали, чтобы все посмотрели. Этот же человек, кстати, рассказывал, что он очень удивлен, что здесь на него не набрасываются на улице. Да. Потому что ему все сказали, говори в Турции только на английском. Не смей вообще даже рот открывать. По-русски что-то говорите, что ты русский. А то тебя здесь зарежут и забьют, украдут и вообще непонятно, что с тобой сделают. Ну вот раньше турки не отличали украинец или русский. Сейчас вот в большей массе своей стали различать. Но у турков есть еще и понятие. Русский турист и свой русский. И здесь два совсем разных отношения. Русских туристов привыкли воспринимать больше из сложившихся стереотипов еще из 90-х. Самое первое впечатление, которое произвели русские на местное население еще тогда, в 90-х годах, когда в турецкие отели поехали первые русские туристы, которые могли себе это позволить. Это были так называемые «новые русские». Многие из них не отличались ни образованностью, ни культурой поведения. Зато обладали широкой душой и толстым кошельком. А кулинарное и алкогольное разнообразие турецких онклюзив, еще и все заранее оплаченное, поражало их воображение, особенно после пустых полок родной страны. И вот все это обилие помрачало разум этим первым туристам. Они ели, не останавливаясь, и пили, не просыхая, чтобы вдоволь поместить в себя все, что влазит и не влазит. Да, большинство и сейчас так, извините, действует. По нашим наблюдениям, мы три дня пробыли в отеле, где ультра все включено. И это была жесть. Я постоянно удивлялась. Поведение этих туристов, мягко сказать, оставляло желать лучшего. И тогда любовь к халяве стала визитной карточкой русских туристов, которым было невдомек, что неумеренность в еде является признаком низкой культуры. Тогда и появился первый стереотип о русских, что они не в меру едят и очень много пьют. Хотя на самом деле нация не самая пьющая. Ну да. Но вот такие вот отдельные индивидуумы, к сожалению. Формируют общий стереотип. Да. Неприятное впечатление добавляло еще и неумение вести себя в обществе, а особенно с обслуживающим персоналом. К сожалению, что и сейчас тоже наблюдается в отеле. Нет, за три дня много раз такое видел. Большинство туристов крайне неприветливы. Общаются с сотрудниками отелей с высока и холодно. Из разряда «я гость, я плачу, а вы прислуга». Или откровенно заискивают. А многие относятся к туркам как к клоуна, ошибочно расценивая их особую приветливость и желание развлечь гостей. Я, кстати, очень часто испытывала испанский стиль. Да, братан, иди сюда. Это что, латыш, что ли? Вот попробуй, сам попробуй. Что это, латыш, что ты мне сделал вообще? Слабая такая. Отсюда сформировался второй стереотип, что все русские неприветливые. И раньше при вопросе у турка, что он думает о русских, часто отвечал, что девушки у них красивые, но общаться с русскими сложно, так как они неприветливые и не говорят на иностранных языках. Третий стереотип, что все русские туристы богатые и сорят деньгами. Поэтому именно русским туристам нередко завышают цены на товары и услуги. Ведь русский человек на отдыхе не считает деньги, а привык отдыхать на широкую ногу, чтобы хорошенечко покутить и оторваться, а еще произвести поразительные впечатления на окружающих. А то, что будет делать после отпуска и таких трат, он, русский человек, подумает, когда вернется домой. Всему свое время. Вообще, любой нации строит свое впечатление, исходя из самых ярких происшествий. Вот, например, какие-то проступки и происшествия запоминаются лучше и производят больше впечатлений, нежели сдержанность и культурность в поведении. А тут еще к русским предписывают все проступки и других русскоговорящих туристов. Белорусов, украинцев, молдаван. Вообще, у каждого народа есть свои стереотипы о той или иной нации, которые со временем подвергаются изменениям. Свои русские в Турции – это те, кто приехал работать и найти свое счастье или приобрел собственное жилье. И здесь отношение государства Турции и местного населения уже разнится. Если состоятельные владельцы недвижимости являются желанными гостями в Турции, то к понаехавшим русским гастарбайтерам турецкое правительство активно проявляет свою нелюбовь, устанавливая более жесткие требования для получения вида нажительства, чем, например, к гражданам европейских стран. Эта нелюбовь обусловлена в первую очередь нашествием, в кавычках, русских, то есть всех русскоговорящих, которые отправляются в Турцию на заработки, и многие из них просто работают нелегально. А туризм всех русскоговорящих государство, наоборот, очень поощряет и придумывает всякие плюшки, чтобы привлекать их на отдых в страну. А вот у местного населения отношения отличные от государства. Например, с туристами они устраивают целое шоу, зазывая их заторными криками и посвистываниями, желая затуманить их сознание и как можно больше заработать на наивном путешественнике. А вот к местным русскоговорящим отношение совсем иное. Как только с турком заговоришь на турецком языке, пускай это будет буквально несколько слов, отношение будет сразу как к своему. Турки очень ценят тех понаехавших, которые проявляют уважение и к ним, и к их культуре, и тают, если видят, как иностранец пытается учить их язык. И в этом случае для простых турецких граждан не важна национальность, для них важен сам человек. Они часто говорят, какая разница, какая у тебя национальность, главное, что у тебя в сердце. Если ты живешь в Турции и с уважением относишься к традициям и нормам поведения в турецком обществе, то даже плохая репутация твоих соотечественников не испортит доброго отношения к тебе. Мы, живя здесь, не раз сталкивались с ситуацией, когда местный оказывал нам услугу или помогал. Турки очень отзывчивы и гостеприимны. Везде нас угощают чаем со сладостями, и в магазине канцелярских товаров, и на рынках, и в других магазинах. Если ты не говоришь на английском, не говоря уже о турецком, они будут использовать всю имеющуюся у себя лексику твоего языка. Или найдут кого-то, кто говорит на твоем языке хоть как-то. Или тут же скачат переводчик на телефон, лишь бы помочь. И за все уже почти 7 месяцев мы не столкнулись с агрессией со стороны местного населения и даже с какой-то антипатией и неприязнью в нашу сторону. А вот живя в России, наоборот. И сейчас я лично уже слышу в комментариях, каким это таким агрессивным поведением, типа все люди в России агрессивны что ли. Но агрессия это ведь не только нападение на кого-то или крик, а есть и пассивная агрессия, которая проявляется в недружелюбии, хамстве, отсутствии отзывчивости и сочувствия друг к другу. А вот здесь вот такого совсем нет. В общем, с пассивной агрессией со стороны русских мы уже сталкивались не один раз. Даже здесь. Да, вот здесь. Вот я про здесь и говорю. Турки очень корректный, вежливый и улыбчивый народ. Если с ним будешь вести себя так же, в ответ получишь вдвое больше. И никакой тут русофобии и в помине нет. Подписывайся на наш канал, чтобы нас стало больше. Ставь пальцы вверх, чтобы как можно больше зрителей увидело это видео. Свои вопросы, замечания, пожелания пиши в комментариях. А также у нас есть анонимная почта, на которую ты можешь прислать свой анонимный вопрос или какую-нибудь историю, которая с тобой приключилась в Турции. Всех обняли, подняли и немножко хрустали, чтобы было приятно. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok